Всем привет! В эфире канал Turkish People. Меня зовут Елена и мы сейчас находимся в Каньяалты, в Махале-Сарысу. Махале это находится на выезде из Анталии в сторону Кемера, то есть это уже окраина города, последняя Махале. Оно не очень большое по размерам, но вы уже это видели. Как мы сюда добирались, вы тоже можете посмотреть. В Сарысу-Махарисе есть отдельный въезд с трассы D-400. Ну и можно также доехать и через Лиман. Большая развязка. Едем мы к горам. С правой стороны это у нас Махале-Хурма. А с левой стороны, вот отсюда хорошо как раз видно, это Махале-Сарысу. Это Махале находится прямо у гор. Вот это видно. Окружено полностью горами. И здесь вот по моим личным ощущениям достаточно сыра. Вот я не скажу, что очень холодно, но именно какой-то сыра. Здесь вот и мы видим магазины есть. И еще это Махале славится тем, что здесь находится русская школа. Русская школа в Анталии, одна из двух. Конечно, эту школу называют не русская официально. Она называется интернациональная школа. Здесь вот вывешены флаги разных государств. Но в эти государства говорят на русском языке. Поэтому и обучение здесь ведется на русском языке. Но также они учат и английский, турецкий. Здесь есть у них и пансион. То есть дети могут проживать полностью. Но если здесь не проживают, то их забирает автобус. Вы спросите, какая цена? Знаете, по слухам говорят, от трех тысяч долларов начинается. Потому что на их сайте нет официальной информации. Вот сайт этой школы. Можете даже сами посмотреть, можете им написать. Рядом еще находится одна школа, тоже частная. Вот. Эта школа называется Уур Акулары. Ну, это, естественно, турецкая и английский язык здесь. Мы уже практически дошли до конца Мохале. И вот здесь вот на горе мы видим большой накопитель электроэнергии. Это очень важно для нашего города. И знаете, какой здесь гул стоит? У-у-у-у. Вот как вот электричество. А так дома уже практически к самой горе построены Я вам серьезно говорю, у меня здесь мерзнут руки Я вот бы здесь одела перчатки И когда говорят, что в Анталии спрашивают, какая погода Я говорю, у нас тепло Потому что мы живем в Кипезе, мы живем далеко Достаточно от моря получается, но мы доехать там можем А где и далеко от гор Возле гор холодно, возле самого моря тоже холодно То есть надо расстояние выбирать подальше Мы сейчас проедем по Махале, покажем дома Дома здесь тоже новые, то есть не более 10 лет Этот район развивается не очень давно Называется Сары Су, если перевести с турецкого Это желтая вода Здесь недалеко находятся очистные сооружения Всего нашего города здесь очищают воду Поэтому многие жалуются, что в Сары Су есть запах Знаете, где он есть? Вот мы там будем проезжать еще Магазин метра Большой магазин метра И вот когда проезжаешь по трассе Вот там чувствуется этот запах Магазин метра Конечно, мы не можем не показать дома, квартиры, какие здесь есть Мы все находим на сайте sahibint.com Цены здесь, конечно, ниже, чем в Лимане И даже ниже, чем в Хурме Вот, например, вот в этом доме на шестом этаже Продается квартира 2 плюс 1 И стоит она 255 тысяч турецких лир Но квартира маленькая Всего 85 квадратных метров То есть очень маленький балкончик Очень маленькая квартира Сама по себе Вот за счет балкона и, соответственно, площадь меньше Что мы здесь видим вокруг? Ну, с той стороны мы видим Ту же самую гору С электроподстанцией Там теплицы Там предприятие, которое обрабатывает мрамор И школы И здесь вот такая территория Машины на нее не заезжают Просто обычная территория возле дома Бассейн мы тоже не видим У соседнего резиденции Вот это, кстати, резиденция называется Там есть и бассейн, там есть и охрана сидит А здесь вот обычные дома Мы Махале объезжаем по краю Показываем, какие дома здесь Вот достаточно большие Они все в сете Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вот эта часть Саройсу напоминает Очень хурму и краю Вот в этом сете продается квартира На втором этаже Турецком втором этаже Квартира 1 плюс 1 75 квадратных метров И стоит она 280 тысяч турецких лир Потому что у этого сете есть маленький бассейн За бассейн нужно, естественно, платить И в цене квартиры он изначально дороже Таких вот сете здесь строится несколько Вот прям подряд они, видите, похожи будут Все одинаковые И упираются в горы Вот в этой части Саройсу Дома вот невысокой этажности Квартиры комфортные Пишут Суперлюкс ДРФ Но на детской площадке никого нет Потому что, наверное, здесь все-таки прохладней Я, наверное, уже не в первый раз говорю Об этом видео, об этом Ну, мне действительно Вот сейчас я думаю, надо застегнуться Мне кажется, летом здесь Менее жарко, чем в той части Анталии Потому что здесь очень близко горы Здесь вот действительно Вот прямо ты их будешь видеть Из окна Не так, как мы видим их издалека И видим горные вершины, покрытые снегом Они вот горных вершин со снегом не видят А видят вот заросшие лесом Самые ближайшие горы к нам Махалия выглядит красиво Вот знаете, вот запах, которым всегда говорят Я вот здесь не чувствую Я чувствую только запах сырости Вот сырость прямо вот она конкретная Здесь Ну и дома все новые Потому что это был пустой участок земли И застроили с нуля здесь все Вот есть даже большие красивые резиденции Здесь уже вон какие высокие дома строят Тоже они все новые Вот сколько мы здесь ездим Мы еще не встретили ни одного автобуса И даже ни одной остановки То есть между вот этими домами Не проходят автобусные маршруты Надо выходить туда к трассе К Д-400 Вот где-то там и будет ехать автобус И еще вы, наверное, обратили внимание Что очень мало магазинов Вот таких вот шаговой доступности Типа Бим, Шок А-101 Мы там видели в самом начале Зато есть маленькие маркеты Процветают здесь Доедем туда Покажем Какие красивые здесь Маленькие виллы строят Чем дальше от центра города Тем есть шанс найти Маленький домик Вот этот, кстати, дом арендуется Видите, написано Киралык То есть он даже не продается А просто сдается в аренду И вот доехали мы уже до гор Итак, край на Анталии Отбираться отсюда куда-то В принципе далеко Благодаря чему Красивое, комфортное жилье Стоит дешевле Чем даже в соседней курме Трое Делюкс С подземной парковкой А вид у него, знаете, на что здесь Вот это и есть очистные сооружения Они занимают большую территорию Если вы на канатной дороге Поднимались наверх И смотрели на Анталию Вот немножечко слева Вы сверху могли видеть Такие большие кружочки Вот они кажутся Кружочками И это вот как раз очистные сооружения И вот эти дома Они с видом на них Редактор субтитрова Видите, висит много сатылок, продается. Летом, конечно, больше здесь в аренду сдаются за жилье. Все, доехали мы до конца. Показываю вам конец Махале. Вы знаете, дунул ветер с той стороны. Правда, пахнет здесь. Вот серьезно. Я вам честно говорю, я не риэлтор. Я не пытаюсь вам продать квартиры, хотя вот видите, они продаются здесь. Вот таким замечательным, красивым видом. Я не пытаюсь ничего продать. Я честно показываю и рассказываю свои личные ощущения, что я вижу, что я слышу, что вокруг здесь находится. Да, вот вид на горы красивый, на канатную дорогу тоже, но запах здесь, мягко сказать, вот по крайней мере вот в этой части СРСУ очень даже, очень даже чувствуется. Вот с другой стороны, когда мы заезжали, где граничит с Хурмой, там было по-другому. Автобусы в СРСУ проходят по окраине Махале. Посмотрите, видите, вот здесь дома. Там уже у нас домов нет, мы только видим магазины большие. Магазин метро, магазин Мигрос, и там уже трасса Д-400. То есть всем жителям надо выходить именно на эту улицу, чтобы сесть на автобусы. Какие у нас здесь ездят автобусы? Давайте смотрим. Видите, автобусы? Кэджет 06, вот он едет и в Мигрос. И можно доехать до Маркантали на нем. А на этом автобусе можно доехать даже в Лару. Ну, естественно, он будет проезжать в Мигрос и будет проезжать в Маркантали. То есть выехать отсюда можно. Автобусы здесь проезжают, но они едут только по этой улице. Внутри Махале мы не встретили ни одного автобуса, сколько времени мы здесь находились. Мне кажется, я смогла вам дать небольшое представление о Махале СРСУ, где он находится. Что это окраина города, что это выезд в сторону Кемера. Какие дома здесь есть, ходит ли здесь транспорт. Вот мы не видели ни одного автобуса, они проезжают в другом месте здесь, до них надо идти. Что здесь очень близко находятся горы, да, вид красивый. И из-за горы зимой холодно, ну, летом, наверное, более прохладно. Что здесь находятся очистные сооружения, тоже вам показали. И еще вы спросите, где здесь пляж, потому что по карте вы же видите, что там море есть. На пляж пешком дойти отсюда проблематично, потому что надо пересечь трассу Д-400. Здесь пляж ближайший, так и называется, СРСУ. Туда лучше ехать на автобусе, автобус туда проходит. Либо можно ехать в Лиман, тоже на автобусе, какая разница, какую сторону вам садиться. То есть пешком до пляжа дойти здесь очень сложно. Вы делаете выводы сами, нравится вам здесь или не нравится, потому что дома здесь красивые, квартиры комфортные, новые. Есть даже вообще маленькие, невысокой застройки. И цена здесь, соответственно, ниже, чем в ближайших к нему махале. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезно. Мы будем и дальше продолжать снимать про нашу любимую Анталию. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались. Задавайте вопросы, можно написать здесь в комментариях, вот прям под видео. Можете написать нам в инстаграм, подписывайтесь и на наш инстаграм. Там информация выходит намного раньше, чем видео. Мы каждый день рассказываем там про погоду в Анталии, это точно. Еще, чтобы не пропускать наши новые видео, нажмите на колокольчик. Ну и, конечно же, поставьте, пожалуйста, лайк за нашу работу. Мы очень стараемся. И подписывайтесь на инстаграм. Ссылочка в описании. Я вас всех люблю, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok